Время неумолимо Согласно указу президента, ветеранам, узникам, концлагерей и блокадникам вручают денежные премии в размере 15 миллионов сумм. Это тоже существенно и значимо для ветеранов. Абос Атааппанов родился 1924 году в Ташкенте. До призыва работал в школе учителем узбекского языка и литературы. В 1942 году ушел на войну. Был призван в Смоленск. Участвовал в освобождении Беларуси. Затем Польша и Берлин. По словам Абоса Дода, 2 мая во второй половине дня над Рейхстагом был установлен флаг победы. Абос Аппанов с 4 класса интересовался немецким языком. Год жизни в Германии позволил хорошо освоить язык. И после возвращения в 1946 году в Узбекистан наш герой на протяжении 50 лет преподает ученикам младших и старших классов. В школах номер 139 и 111 по немецкому и английскому пишет учебник «Немецкий язык для младших классов». Несмотря на то, что видел ужасы войны, характер Абоса Атааппанова не изменился. В семье голос ни на кого не повышал. Воспитанием детей занимался так же, как и супруга. Все жители Махали знают школа номер 139 находится здесь неподалеку. И если сказать, что всех здесь учил наш папа, это не будет преувеличением. Все, кто получил знания у моего отца, сегодня провожают своих внуков в школу. С малых наших лет все уважали нашего отца. Сейчас у нас у самих дома много внуков и правнуков. Каждый раз, когда наш отец выходит во двор посидеть на свежем воздухе, внуки сразу идут к нему. Он не перестает заниматься их воспитанием. Абос Атааппанов с волнением ждет встречи с президентом. В беседе с нами герой нашего сюжета говорит о том, что нужно ценить мир и спокойствие, стабильное развитие, быть благодарными за создаваемые условия в нашей стране. Президент Шавкат Марзиёев посетил дом Абоса Атааппанова и лично поздравил с Днем памяти и почести. Вручил подарки. В разговоре глава государства справился о здоровье ветерана. Рассказал руководитель страны о тех масштабных изменениях и принимаемых мерах в последние годы, которые направлены на защиту лиц с инвалидностью и уязвимых слоев населения, одиноких престарелых. Я рад видеть вас. Ваша жизнь, ваша победа, ваш труд – все это пример для всех нас, для всех. Поэтому в этом году сделали так, что я сам приехал поздравить вас, в вашем лице поздравить весь наш народ с таким праздником. Ради нашего счастья будьте здоровы. Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда благословляли. Оставались для всех нас, для молодёжи примером. Прошу от Всевышнего здоровья вам. Тысячу благодарностей Всевышнему. Мне сложно найти слова, чтобы выразить благодарность вам. Тысячу благодарностей. Возвратившись, вы долгие годы работали учителем. Преподавали немецкий, английский языки в 139-й школе. Работали заместителем директора школы. Всю жизнь вы посвятили воспитанию детей. Будучи интеллигентом, вы взрастили столько детей, столько внуков. Пусть они будут здоровыми. Пусть будутся ваши мечты. Пусть Всевышний дарует вам видеть их успехи. Пусть Всевышний всегда поддерживает вас, дарует вам здоровье. Огромное спасибо вам за уважение, за поддержку, внимание к нам. Вы достойны такого уважения. Если мы будем думать о нашем завтрашнем дне, то все заветы наших великих предков сводятся к одному. Оказывать огромное уважение и почет нашим родителям, предкам. И мы это сейчас продолжаем. И сейчас наша молодежь должна это видеть, знать. Без этого у нас нет будущего. Если на каждом нашем шагу мы будем проявлять к вам уважение, почет, завтра к нам тоже вернется такое отношение. Если мы этого не будем делать, то и уважения к нам не будет. Человек, который трудился, тот, кто жил во благо Родины, никогда не будет обделенным. Поэтому я, начиная с первых дней, вот вы хорошо знаете сферу образования, занялся дошкольным образованием. Народное образование восстановил, вернул в 10-11 классы. Развиваем высшее образование. Если мы не будем обращать внимание образованию, если не сделаю народ образованным, завтра не сможем достичь рубежей. Если не дадим знания образования, не повысим уважение педагога и учителя, государство не станет развиваться. И не случайно я возвел парк победы. Я хочу, чтобы люди знали. Пусть знают, как мы добились этих дней. Все это, особенно молодежь, должны уметь ценить нынешние дни. Само по себе ничего не происходит. С неба ничего не падает. Я объехал весь город. Изменения поражают воображение человека. Архитектура строений. Какая же она красивая. Такого не было. От имени всех ветеранов, от своего имени, желаю мира вашей семье, счастья, здоровья. Пусть Всевышний дарует мир нашей Родине, счастья, здоровья. Пусть Всевышний всегда будет спутником в ваших благих начинаниях во имя процветания нашего народа. Пусть Всевышний даст вам долгих лет жизни, здоровья. Пусть все ваши дуау исполнятся. Пусть будет мир на нашей земле. Аббос Атаапанов настоящий пример стойкости, мужества. И он является для подрастающего поколения истинным примером для подражания. На протяжении лет отдавал себя сначала воспитанию. После войны показывал мужество и доблесть. А когда вернулся, продолжил заниматься просвещением. За его заслуги перед Отечеством был удостоен множества государственных наград. И вот, спустя столько лет, Аббос Атаапанов все еще в почете. Окружен вниманием и заботой. Президент, прощаясь с ветераном войны, вновь и вновь благодарил его. Огромное спасибо за то, что наш президент лично посетил мой дом. Мы очень долго разговаривали с руководителем страны. Теперь вы, молодые люди, если будете упорно трудиться, добьетесь всего. Будете так же, как и мы, всегда в почете. Я желаю вам, молодым людям, чтобы вы всегда стремились к знаниям. Будьте мужественными. Не бойтесь упорно трудиться. Если будете соблюдать эти наставления, то добьетесь самых лучших результатов. По голубыми небесами, великолепными коврами, Влезти до солнца, снег лежит прозрачный, Есть у нас еще дома. Свою 95-ю весну в этом году встретил Федин Федор Семенович. Его девиз по жизни – быть в движении. Сегодня он также бодр и радуется тому, что виноградник вновь подрос. Немногословен, потому что привык заменять слова делом. И жизнь, как лучший учитель, показала, что это того стоит. 9 мая в его сердце откликается особыми эмоциями. Это и радость за победу, сегодняшнее мирное небо над головой, и в то же время грусть за то непростое время. Родился в Мордовии, а родиной его стал Узбекистан, чем очень гордится. Узбекистан – это моя родина. День сей прибавляют, и вообще условия улучшаются во всех отношениях. Махаля помогают нам. Отличное настроение. При таких условиях огородом занимаюсь, выращиваю виноградник, веселивый. Здесь Федор Семенович обрел свою семью. Женой прожил в браке практически 70 лет. Они воспитали двоих детей, двоих внуков и троих правнуков, одному из которых 17. Для нашего ветерана это судьбоносное число. Именно в 17 лет он ушел на фронт и, будучи молодым юношей, узнал, что такое война в 44-м году. Когда война осталась позади, Федор Семенович долгие годы работал на авиационном заводе. Его уважали коллеги за трудолюбие и человеческие качества, пронесенные через всю жизнь. С 1957 года ветеран с семьей живет на этой улице Алимкент. Почетный житель Махали Махмур. В эти дни в его родном доме, который тоже строил своими руками, весьма многолюдно. Все хотят поздравить Федора Семеновича с 9 мая. Но одного гостя ветеран ждал сегодня с особым волнением. Они виделись не в первый раз, но сегодня президент пришел лично поздравить Федора Семеновича знаменательным днем. Здравствуйте. Рад я вас видеть. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Наилучших пожеланий. Большое спасибо. Здоровья. Всего-всего наилучшего. Большое спасибо. Как настроение? Отличное настроение, хорошее. Хорошее настроение. Спасибо вам за вашу помощь, за вашу заботу большую, заботу, которую вы проявляете. Вы столько много сделали. Сколько лет на авиационном заводе вы работали? Да, много лет. Много лет вы работали. Как Махаля? Крышу поменяли, окна поменяли, дверь поменяли, гараж сделали, преобразили наш дом, двор. Вы понимаете, почему я это делаю? Мы должны на этом духе воспитывать нашу молодежь. Махалю преобразовали, чтобы они спустились вниз. Прокурор ходит, милиция ходит, хоким ходит, налоговик ходит. К вам приходит и делает. Вот это для нас самое главное. Если вы ощущаете, что Махаля на самом деле работает, то уже успех у нас большой. Федор Сергеевич, какие проблемы? Ну, проблем сейчас никаких нет. Ну, слава Богу. Только здоровье. Будем смотреть. Я принял решение по домам, чтобы медики ходили. Лекарства давали, лечили. Надо будет операцию делать, надо будет деньгами помочь. То есть приняли мы решение, чтобы теперь уже не в поликлинику, а с поликлиники на дом. Очень благодарна и рада, что вы нас посетили. Сегодня праздник дома встретить своего президента. Это уже очень большое счастье. Пограммное спасибо. Молодежь должна смотреть, должна учиться у вас. Если мы не будем на местах делать то, что люди хотят, тех результатов, которые мы говорим, мы не достигнем просто. Самое главное мое требование к каждому хокиму, району, городу, везде. Это не только в Ташкенте, и во всех областях у нас строится. Везде. И в Андижане, и в Намангане, и в Самаркане. Новые комплексы строим, создаем условия. Мы ипотеку хорби даем. Почему? Потому что когда есть жилье, это уверенность в завтрашний день. И беседа с первых минут была окутана душевным теплом. Просто неформально, а по-другому и быть не может, когда слова идут от сердца. А рядом с Федором Семеновичем его дочь Людмила, которая гордится своим отцом как настоящим героем. Глава государства интересовался состоянием здоровья, настроением уважаемого ветерана. И отметил, сколько было сделано ради сегодняшних мирных и светлых дней. Что такие люди, как Федор Семенович, являются примером для молодежи. Их жизненный опыт – это неподвластное времени наследие для будущих поколений. Они говорили о том, чем живет Махаля, что сделано и что еще необходимо. А еще затронули тему семьи. Семейные ценности – это основа всех начал. И в рутине дней нельзя забывать свою историю. Главное – сохранить мир, который мы приняли от наших дедов. Подарок от президента, как символ того внимания и заботы, которые ветераны ощущают не только в День памяти и почестей, но и в своей повседневной жизни. Они пообещали друг другу, что еще встретятся. И этот день останется в памяти на долгие счастливые годы. Какой он внимательный, какой он душевный, как человек. Ко всему, ко всем. Неважно, какой он националист, он и прочее, и прочее. Для всех одинаково. Любящим людей, понимая их, значит, заботы. Вот, чай не прочее. Вот так вот надо. Вот это он как раз является таким человеком. Шавкат Мельзеев. Интересуется, как мы живем, чем мы живем, чем мы, значит, собственно, в чем мы нуждаемся и прочее. Все вот такие вот вещи он, значит, спрашивает о них. Я говорю, нужно знать у простых людей, как они живут. Для 98-летнего участника Второй мировой войны Акмал-Атэй сегодня особый день. С самого раннего утра в доме у ветерана многолюдно, а те, кто не могли приехать лично, поинтересовали самочувствием Акмал-Атэй по телефону. Он потерял многих своих товарищей, увидел своими глазами голод и тягости жизни. Именно поэтому 9 мая сегодня он встречает с воодушевлением. Ведь теперь все позади. Мы живем в мирное время, в светлой стране, где ценится честь и достоинство каждого человека. Говоря о прошлом Акмал-Атэй, он родился в Ташкенте в 1924 году. После окончания школы в 1941 году пошел работать на машиностроительный завод, а уже через год воевал на фронте, где получил тяжелые ранения. Вернувшись с работы, ветеран трудился в сфере торговли, пищевой промышленности. На пенсии возглавлял Ташкентское городское общество ветеранов войны и труда, городское отделение фонда Нуроний. Его героизм не забыт. И сегодня случилось еще одно незабываемое историческое событие для Акмал-Атэй. Глава государства посетил ветерана, проживающего в Мирзулукбекском районе. Поздравляю с праздником! Вы очень много сделали для нашего государства, столицы. Пошли на фронт, проявили героизм. После войны столько служили нашему народу. Дожили до такого почтенного возраста. Воспитали таких детей, внуков. Большего богатства и уважения, счастья не может быть. Именно с этим я вас и поздравляю. Пусть у каждого будет подобная яркая жизнь и судьба. Будьте здоровы, пусть орят мир и счастье. Увидев Парк Победы, я как будто помолодел. Разве может быть большее счастье? Вам огромное спасибо. Вы оказываете нам такую помощь. Благодаря вам ветеранам проявляется всесторонняя поддержка. Ваши заслуги для страны особенные. Мы совершили хадж. Я посетил другие страны и города. Каждый год нам выделяют солидные средства. Потому я и все ветераны республики не перестают произносить дуа. Каждое наше слово доходит до сердца людей. Пусть родина наша будет благоустроенной. Народ живет в благополучии, дружбе. Молодежь хорошо овладеет профессиями и станет мощной опорой преобразования. Продолженно� Субтитры создавал DimaTorzok Только и только образование молодежи. Если хорошо окончивший школу юноша или девушка будет иметь хотя бы одну профессию, он найдет свой путь. Мы должны стремиться к этому. Недавно меня пригласили в школу. Я сказал детям, вы видите, сколько делает для вас президент. Учитесь, будьте умными, занимайтесь спортом. Мне уже исполнилось 98. До сих пор занимаюсь физической культурой. Тогда жизнь будет долгой, а помыслы чистыми. Каждое ваше слово для нас – это школа. В первую очередь, будьте здоровы. Дай Бог, встретимся еще не раз. Пусть будет мир. В ходе искреннего диалога Ахмалуата от имени всех ветеранов Второй мировой войны выразил главе государства глубокую признательность за внимание и заботу, оказываемые старшему поколению. Также было отмечено, что неоценима роль ветеранов войны в реализации целей, направленных на процветание, мир и благополучие в стране. Долг каждого из нас – чтить героев, отдавших жизнь за родину, сказал глава государства. Стало еще лучшее обращение к ветеранам войны. В настоящее время наш президент к нам обращается как к своему отцу, как к сыну родной. За нами следит. Вот такой пример. Несколько лет тому назад нас 26 человек, с сопровождением 26, всего 56 человек, мы были в Мекке. После приезда он нас отправил в Кисловодске с сопровождающим лицом без блатна. После этого мы отдохнули в санаторий Кевраев. Постоянная забота каждое выступление, где бы он ни выступал, просит всех ухожением от них, оказывать им материальную и культурную помощь участникам войны. С года в год увеличивается материальная помощь, увеличивается медицинское обслуживание. Еще раз рахмат, рахмат за благополучие. Ветераны, их неиссякаемое мужество, запечатленные в истории, останутся в памяти многих поколений. Это бесценный пример для каждого из нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!